МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, что красивые и ухоженные ногти вселяют в нас чувство уверенности в себе и помогают завершить безупречный внешний образ. Как сделать качественный маникюр и при этом не истратить слишком много денег? За счет чего можно сэкономить бюджет, выделенный на красоту? Расскажем сегодня в нашей программе. Не каждый может позволить себе регулярно ходить в косметические салоны и делать маникюр, но всем хочется, чтобы руки выглядели красиво. В домашних условиях можно рекомендовать делать простые косметические процедуры – маски и ванночки. Кстати, особый уход за руками нужен дачникам. Работа на грядках может сделать кожан у руках грубой, а ногти – неаккуратными и пожелтевшими. Чтобы отбелить потемневшие ногти, можно использовать лимон, а для смягчения кожи рук – специальные кремы и маски. А лучше всего изначально не допускать такой ситуации и работать на огороде в перчатках. Впрочем, и в этом случае различные питательные маски летом просто необходимы. В это время необходимо, конечно, как можно больше питать и увлажнять руки. Потому что руки, когда находятся даже не то, что, скажем так, в земле, но и при нынешних погодных условиях очень высокая температура, она достаточно сильно высушивает кожу. Руки должны обязательно питаться. Обязательно нужно подпитывать кутикулой и также ногтевую пластину, чтобы она не высушивалась, не слоилась и не ломалась. Считается, что маникюр необходимо делать раз в две недели. С особой осторожностью нужно подходить к выбору лака для ногтей. Он не должен содержать ацетон, так как это делает ноготь шершавым и ломким. Популярный в последние годы гель также должен быть подобран правильно. Если вы любительница салонов красоты, убедитесь, что мастер предлагает вам нанесение действительно качественного покрытия. Обычно более качественный гель дороже по цене. Лак-гель, то есть он абсолютно разный. В разных местах он абсолютно по-разному стоит. Но здесь дело в том, что, опять же, нужно выбирать, что вы хотите получить от этого. Хорошие, здоровые ногти или, допустим, вы покроете два раза дешевым лаком, гелем, и ваши ногти потом просто будут, как, скажем так, это пергаментная бумага, и их нужно будет лечить, их нужно будет восстанавливать. Салонного ухода можно избежать, если придерживаться народных средств ухода за руками. Массу советов можно найти в сети интернет. Процесс приготовления некоторых составов, полезных для рук и ногтей, занимает достаточно длительное время, но есть и совсем простые рецепты. Когда нету возможности ходить в салон, просто это как бы и достаточно занимает много времени, естественно, в финансовом плане. В домашних условиях я бы посоветовала, естественно, ежедневно делать различные маски для рук, даже ягодные сейчас, в ближайшее время ягода пойдет. Опять же, увлажнять, питать руки маслами, кремами, увлажняющими, питательными. Ну и по возможности, если есть у кого возможность, делать парафиновые ванночки. В общем, самое главное – мягкая, увлажненная кожа и здоровые ногти. Без этого никакой модный маникюр не будет выглядеть привлекательно. Кстати, этим летом в моде естественная красота рук. Маникюр стал заметно проще. Руки должны, пусть не будет у вас достаточно красивого, яркого лака, пусть не будет у вас длинных ногтей, но ногти должны, пусть они будут короткие, пусть они будут естественные, но они должны быть без заусенцев, и увлажненные, напитанные, здоровые, блестящие. Все более сходится к тому, что чем, скажем так, все у нас естественнее и натуральнее, то есть это вот как раз именно пик на сегодняшний день. Даже, скажем так, сейчас многие отдыхающие, которые уезжают отдыхать, они в основном не покрывают ногти яркими лаками, то есть мы делаем какой-нибудь лечебный маникюр. Лечебный маникюр специалисты советуют делать всем, кто собирается провести отпуск под жарким солнцем. Ногти, так же, как и кожа, требуют защиты. Солнце очень сильно воздействует на открытые участки ногтевой пластины, поэтому не стоит выходить из дома с ненакрашенными ногтями. В качестве особо полезных средств ухода за ногтями летом послужат лаки с ультрафиолетовыми фильтрами. На сегодня это все. Надеюсь, наши советы вам помогут. Изучайте азбуку потребителя вместе с нами. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!